Прямая спинка и ровная осанка, красивые под детские открытые улыбки и огромное желание быть красивой. В Бресте на сцене драматического театра юные горожанки соревновались за звание «Мини-мисс Брест-2018». Чтобы это был не конкурс взрослых для детей, а чтобы это был конкурс, который и проводят дети, и частично судят дети, и принимают в нем участие. Чтобы это был конкурс детского творчества и свободы, я всегда думаю, не закрепощайте детей, не заучивайте визитки с интернета, пусть это будет для него праздник. Удивить сегодня конкурсом красоты сложно, но когда на сцену выходят совсем крошки, на публику это действует магически. Особенно, если маленькая принцесса в свои 6 лет конкретно знает, кем хочет стать, демонстрирует успехи в спорте, а еще любит и умеет готовить. Решила участвовать, потому что очень хочу показать всем то, что я на очень многое способна, готовилась. О конкурсе я узнала спонтанно, услышали нечаянно по радио, и поэтому дня три готовилась. В трех возрастных категориях в девяти номинациях юные жительницы города над Богом представляли жюри свои таланты, рассказывали о семье и увлечениях, демонстрировали спортивные и артистические способности. Самые юные участницы 5 лет, самые старшие 15, кто-то пришел побеждать, а кто-то себя показать и на других посмотреть. Я думаю, что я выиграю. Я не волнуюсь, я улыбаюсь, я не волнуюсь. Для меня этот конкурс как сюрприз, как вот это, какое-то место займешь. Я познакомлюсь с новыми друзьями, у меня появится много разных возможностей в жизни. Это все пригодится потом мне в будущем, и я смогу делать много чего. Одно из главных отличий конкурса – детское жюри, составленное из победительниц прошлого года, а также соведущие, которые в первом состязании сами были участницами. Для некоторых девочек конкурс стал путевкой в мир креатива и творчества. Возможно, я даже подумала, что буду связывать с этим свою будущую профессию. В этот год, в этом году я научилась себя правильно подать. Ведь, как нам говорили, не важно, как вы выглядите, важно, как вы себя будете подавать. В этом году я научилась также говорить на сцене, говорить перед камерой и уверенно держаться. И я безумно благодарна этому конкурсу за то, что они дали мне вот просто много всего. Перед нашего Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.